Я продолжаю говорить про поиск работы в США, период кризиса. Мне часто задают вопрос, стоит ли сейчас искать работу или стоит подождать, когда кризис закончится? Мой ответ – да, стоит, если вам это действительно нужно прямо сейчас, если вы готовы к трудностям. Рынок хоть и тяжелый, но не мертвый. Компании все равно продолжают нанимать. И чтобы это подтвердить, я решила сделать для вас серию интервью с людьми, которые в последние полгода нашли работу. Неделю назад на канале вышло интервью с Максимом Савельевым, продакт-менеджером, который получил оффер в Нью-Йорке. А на этой неделе на моем англоязычном канале выйдет интервью с Викторией Моисеенко, бывшим рекрутером из Амазона, который тоже недавно получил оффер. Вы, наверное, смотрели интервью с ней о том, как проходили массовые сокращения в Амазоне. Если не смотрели, обязательно посмотрите. И сегодня я тоже хочу поделиться успешной историей о том, как получить оффер в США в 2023 году, да еще и удаленно. Не переключайтесь. С вами Анна Наумова, и вы на канале Продкаст, где мы обсуждаем продакт-менеджмент, карьеру в IT и переезд в США. Если вам нужна помощь с резюме LinkedIn или в подготовке к интервью в международной компании на английском языке, заходите на мой веб-сайт annanaumova.com и записывайтесь ко мне на консультации. Также на сайте вы найдете информацию о спонсорстве канала. Канал органически растет, каждый день подписываются новые люди, а видео на YouTube живет вечно, поэтому ваша реклама, как хорошее вино, со временем будет только набирать обороты. Поэтому спешите, пока прайс на спонсорство не вырос. Итак, у меня сегодня в гостях Павел Сикачев, бывший директор по продукту и глава диджитал-подразделения в компании Mars PetCare. Это для домашних животных. А в настоящее время продукт лид в американской компании Depex. Привет, Павел! Спасибо, что присоединился сегодня ко мне и за твое желание поделиться твоей прекрасной историей. Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься. Да, привет, Аня. Спасибо большое, что позвала. Очень рад быть здесь. Я продакт лид с семилетним опытом в развитии международных бизнесов и продуктов. Последние пару лет я строил свою карьеру в Марс, возглавлял инновационное подразделение Kinship в России, где мы с компанией строили экосистему для цифровых продуктов для домашних животных. А сейчас присоединился к стартапу Depex в США, который строит AI Generative Image Editor. Модно. Модно. AI Generative, да. Все звучит очень модно. Расскажи, где ты сейчас вообще находишься? Сколько я понимаю, ты не находишься в США. Правильно? Да, я сейчас в Ереване, в Армении. Выбрал Ереван, потому что, по слухам, здесь лучше подаваться на визу. Мы это скоро обсудим. Пока работаю над кейсом и где-то вот в рамках 6-9 месяцев планирую переезжать. Ага. Ну, значит, правильно я понимаю, что ты планируешь переезжать в США в ближайший, наверное, год и работаешь сейчас над кейсом? Над каким? Расскажи мне, что за кейсом? Да, все так. Да, кейс – это кейс к замечательной популярной визе О1, а это категория бизнес. Соответственно, это виза талантов, так называемая, одна из популярных для переезда как стартаперов, так и продуктов в последнее время. И у меня, по сути, она строится на моих карьерных достижениях в известной корпорации. Здесь выступает Марс. Это различные судейства, мероприятия, премия и публикации в том числе. То есть правильно я понимаю, что твоя категория виза О1 – это бизнес, да? Это действительно, наверное, самая популярная категория, если говорить про моих интервью, да, или как это назвать по-русски, людей, которых я интервьюирую. А чаще всего ко мне как раз приходят люди с О1 в категории бизнес, да? И вот Павел один из таких прекрасных примеров. До этого, кстати, Максим тоже, который тоже получил оффер, он тоже по визе О1. До этого у меня был Евгений Лисовский, и он тоже с визой О1, да, и так далее. Вы можете зайти в категорию, в плейлист визы и переезд США, и вы найдете там очень много людей, которые как раз-таки переезжают по визе О1 в категории бизнес-продукты, бизнесмены и так далее. Вот. Ты сказал, что у тебя действительно твой кейс строится вокруг компании, компании Марс. Правильно я понимаю, что вот для категории, для О1 нужны достижения, нужны публикации, вот. Расскажи чуть-чуть про это, как вообще ты их получал, как-то это было органически у тебя, или ты специально над этим работал? Да, ты знаешь, совершенно верно. То есть для О1 суперважной публикации, то есть для иммиграционной службы США нужно создать картинку, что ты являешься серьезным специалистом, что у тебя есть заслуги, и что эти заслуги подсвечены на рынке, на котором ты до этого работал. И публикации это замечательно отображают. У меня здесь, наверное, получается такое некое комбо. У меня есть ряд публикаций, которые возникли раньше, когда я работал, например, в компании Живосайты, мы активно пиарились на рынок США, потому что вводили продукт. Что-то было связано с этим, потом, естественно, с Марсом, где у меня была довольно высокая роль, и там есть публикации в довольно больших изданиях. Это, естественно, тоже помогло. Но, безусловно, подготовка все-таки петиции, кейса – это такая сфокусированная деятельность, которая требует, скажем так, генерации контента, да, то есть написания определенных статей. С одной стороны, от тебя, как от специалиста, показывающих твою экспертность и домен знаний. И, с другой стороны, это публикации про тебя, чаще всего это интервью-формат, да, где ты делишь своим опытом, рассказываешь про свои заслуги. Ну, то есть интервью на этом канале, на канале «Продкаст» может тоже пойти тебе в копилочку, да? Я посоветую с адвокатом, да, посмотрим. Надеюсь, что да. Соответственно, у меня получилось так, что, когда я пообщался с адвокатом, она указала примерно на… потому что все это нигде не прописано точное количество статей, как мы понимаем, да, и на базе качества контента, на базе там, где он опубликован, она выдает рекомендации и советует, соответственно, сколько, где бы еще хорошо публиковаться. И вот сейчас я работаю с пиар-командой, которая меня в этом полагает. Угу, понятно, хорошо. А вот если не секрет, да, с кем ты работаешь, что за пиар-командой, что за адвокат? Да, я работаю с Анной Ароновой. По адвокату выбирали долго, шпитильно, и Анна Аронова, вот как, скажем так, все говорят, пусть не работала, очень такой в хорошем смысле этого слова, такой въедливый специалист, специалист, который вот позволит вытащить все и постараться укрепить твой кейс, насколько это возможно. Поэтому решили, решил я довериться ей. Пиар-командой я работаю, в разное время работал с несколькими. Первая пиар-команда, мне порекомендовали знакомые, это Trust, пиар, и они мне помогли с большим количеством статей, и появилась там вторая команда, которая вот уже точно помогла и помогает сейчас там с публикацией нескольких интервью. Это уже по рекомендации от адвоката. Хорошо, хорошо, спасибо, да. Ну, наверное, такой какой-то последний вопрос люблю задавать все-таки, сколько стоит виза О1, да, включая работу команд и адвоката и так далее. Слушай, здесь, да, я... Наверное, проще всего ответить на работу адвоката, потому что здесь ценник, в принципе, он плюс-минус понятен и стандартен, то есть скажу так немножко агрегировано, что там работа адвоката над петицией плюс все сборы за ускоренное рассмотрение примерно там около 10 тысяч долларов выходит. А что касается пиар-команды, здесь куча всяких нюансов, да, то есть это... Первое, это сколько нужно публикации, какие публикации, в каких изданиях, да, то есть там, ну, чтобы не просто там... Плюс еще, знаешь, очень влияет время, да, когда ты публикуешься, то есть понятно, что за последний, наверное, год количество россиян, которые делали О1 визу, достигло рекорда, ну, по ощущениям так просто. Не знаю, правда ли. Но, скажем так, там за 2 тысячи, 3 тысячи долларов можно было сделать 3 публикации там еще летом, при этом это такие как бы среднеуровневые издания, для того, чтобы немножко там прыгнуть классом повыше и сделать там пару интервью, потому что интервью, это, как правило, там суперценна для адвоката, суперпомогает в кейсе, ну, и, соответственно, дороже его сделать и получить, то это уже там пару тысяч за долларов за пару интервью. То есть, ну, вот, грубо говоря, плюсуем, получаем где-то 5 тысяч долларов чисто на пиар. И, наверное, еще какие-то несколько тысяч долларов на какие-то операционные расходы, на самоаппликацию, да, и так далее. Ну, то есть, вот, 20 тысяч долларов, да, можно смело вот так вот планировать, если я вдруг хочу получить визу в один и нахожусь за пределами США, да, и 20 тысяч долларов. Понятно? Интересно, я продолжаю, на самом деле, рекламировать возможность визы без адвоката, потому что, мне кажется, если у вас хороший кейс, если вы уверены в себе, то почему бы не попробовать самостоятельно? Я знаю людей, которые это делали, и у меня на канале есть видео про визу IB1. Это даже не виза, да, уже грин-карта для талантов. Ира Калаур делится своим опытом, как она сделала визу сама без адвоката, потому что она пыталась найти адвоката. А адвокаты настолько сейчас перегружены, что они не отвечали. Она сказала, да, пошли вы все, и сделала все сама. Ну, ладно, поэтому... Слушай, мы с Ирой переписывались, когда я задал какие-то вопросы по в один визе, такие начальные, глупые, и она меня, конечно, вдохновила, потому что человек как бы... Я сначала не понял, в чем шутка, то есть как бы IB1, да, то есть это виза к классам, получается, выше, чем O1. И ты получаешь сразу грин-карт после прохождения, после получения, и защищать ее самостоятельно, подавать ее самостоятельно. То есть это прям круто. Да, да, меня тоже очень вдохновила эта ситуация, этот случай, ее пример. И я теперь всем везде всегда рекомендую, ребятам, да, если... Как бы не обязательно нанимать адвоката, да. Да, классно, если, допустим, у вас есть возможность, да, есть ситуация, когда вам действительно он нужен, вы что-то не понимаете, боитесь, я не знаю, не уверены в своем кейсе, да, и так далее. Есть куча случаев, да. Но если вы уверены, почему бы и нет, да, почему бы не сделать самостоятельно и не сэкономить 200 тысяч долларов. Вот. Ну, супер. Давай тогда перейдем к такому топику щепетильному, да, в отличие от грин-карты EB1, которая не требует работодателя, виза У1 требует работодателя. И тем более, как искать работодателя, когда ты находишься не на территории США, в кризис, когда всех сокращают, вакансий становится все меньше и меньше, да. И вот еще и визы нет, ничего нет. Ужасная ситуация, мне кажется, искать работодателя для визы У1, но ты, ты дошел. Расскажи, пожалуйста, да, про свой поиск работы, из чего он состоял, что ты делал. Да, ты знаешь, действительно какой-то, ну, здесь, мне кажется, колоссальная и удача, в том числе, я тоже улыбнулась. Я находился в тот момент в Турции. Я искал работу где-то с октября по ноябрь активно. То есть это были вот пару месяцев. И уже вот в декабре у меня появился такой диалог уверенно из компании. Уже пошли какие-то нескрининговые интервью, у которых там всего было около четырех. Но мы сейчас нырнем в этот процесс, потому что это тоже было бы очень интересно поделиться. И, скажем так, вот уже в декабре, перед праздниками, мы с ребятами договорились, что все ок, начиная в январе, и, собственно, в январе начали. Супер. То есть ты искал из Турции? Да. Расскажи, как ты искал, на каких сайтах? Ты знаешь, я попробовал большое количество разных, смотрел, где как-то я получаю какой-то отклик, где я могу пофильтровать. И методом, эмпирическим путем я, по сути, понял, что мне наиболее теплая обратная связь приходит от стартапов. И я сфокусировался на AngelList, когда тогда он переименовался в WellFound. И это площадка, на которой стартапы публикуют свои роли. И очень часто это какие-то первые роли. То есть, вот, как, например, в случае был с стартапом, где я работаю сейчас, это первая продуктовая роль у них. И эта площадка этим знаменита. А кроме нее я пользовался LinkedIn. По сути, как, такой возможности пофильтровать и посмотреть информацию о компаниях, но подавался в основном все-таки на сайте компании, потому что они лучше отвечают. Ну и куча, есть там пачка, список сайтов, которые фокусируются на ремоут-работе. Я, прежде всего, фокусировался на ней, потому что мне было важно, чтобы у компании, у этой роли была возможность работы ремоут, потому что, ну, находясь в Турции и работая над кейсом, я еще не понимал, и сейчас тоже не понимаю, в каком штате я приземлюсь. И чтобы иметь, скажем так, какую-то гибкость, ремоут был бы классной, классной вещью. Ремоут на территории США или ремоут from anywhere? Потому что это две разные вещи, да? Да, и в идеале откуда угодно, но, скажем так, если компания говорит, что, слушай, чувак, ну, вообще бы как бы про работу в Америке, вот, но если ты там сейчас быстро свои все дела сделаешь, да, там, и, скажем так, попадешь в Штаты и где-нибудь осядешь, то мы радостно продолжим работать, да? То есть мне тоже было бы это абсолютно окей. Окей. Ты можешь поделиться списком этих сайтов для ремоут-работы? Можно не сейчас, можно после нашего интервью, я просто, да, приложу ссылочку, чтобы все тоже ребята, которые сейчас ищут работу удаленно, знали, чем можно пользоваться. Да, и, конечно же, AngelList, который well found сейчас, ну, LinkedIn, я думаю, и так все знают. Хорошо. Вот расскажи еще тоже, часто мне задают вопросы, вот я нахожусь там в Турции еще, работаю в американской компании, да, и ребята оставляют какой-нибудь Telegram или WhatsApp, да, для связи, и там какой-нибудь российский номер, плюс семь, там что-то такое. Вот расскажи, пожалуйста, про вот этот случай, как ты решал проблему со связью, что ты использовал? У меня был уже номер виртуальный, который я купил себе в Open Phone. Американский номер, правильно? Американский номер, да, там можно выбрать еще и код, где ты хочешь находиться. Соответственно, если ваш работодатель сфокусирован в какой-то определенной локации, то лучше, может быть, выбрать эту локацию. И, ну, номер, на самом деле, выбирал не под поиск работы. Мы где-то за больше, там, чем чуть меньше, чем за год с партнером открывали стартап, делали, и это было нужно для поиска инвестора. И, да, собственно, он у меня остался, и я его использовал для своих поисков. Но ты знаешь, что интересно? Номер, может быть, помог в прохождении какого-то скрининга, в том числе я пользуюсь о твоем замечательном видео по рекомендации поиска работы с вашего таляка, который вы записывали. Я вставил туда и адрес тоже. Ну, адрес был такой. Немножко пофетчить пришлось. Найти какую-то локацию и тестировал. Сначала это был Нью-Йорк, потом это была Калифорния. Ну, здесь были разные объяснения этому. И на самом деле, на удивление, то есть номер мне пригодился считанное количество раз, и, как правило, при разговоре с большими компаниями, которые тебе звонят, обязательно по телефону, обязательно, значит, по громкой связи. Ты понимаешь, что они где-то сидят в какой-то конференц-комнате, слышно плохо. В общем, вот это все. Это все. У меня есть ужасные воспоминания про это. Но это было собеседование в Facebook, по-моему. Да, это был Facebook. Это было года два назад еще, или три даже. И мне позвонила девушка, судя по акценту, по корням из Индии. И это был еще конференц-колл. Это вот это вот все, телефон. И я пытался, я реально пытался понять, что он мне хотел. Да. Но телефон, да, ты знаешь, может быть, он действительно помогает вот в этом каком-то скрининге, понять, что этот кандидат окей, он подходит. Да, я тоже, я просто всем рекомендую, если вы хотите искать работу в американской компании, облегчите работу ваших рекрутеров. Они не понимают вот это вот плюс семь, вот эти кода, потому что в Америке плюс один не пишется, пишется сразу телефон. И когда они видят плюс семь, а потом идет телефон, они просто тупо звонят на этот телефон, и, естественно, не прорываются на российские номера, прорываются на какие-то местные американские номера, похожие. Вот, дальше рекрутеры не пользуются WhatsApp, рекрутеры не пользуются Telegram, да, они пишут либо на e-mail и договариваются о звонке либо по телефону, либо по конференц-связи, либо сразу звонят на телефон. Вообще, первый скрининг по телефону, это вот, ну, такая классическая практика, когда тебе просто звонят на телефон рекрутер, и вы с ним 15-30 минут просто по телефону без видеосвязи общаетесь, да, поэтому облегчите работу рекрутера, сделайте себе американскую симку. Хорошо. Так, ну, давай, да, мы немножко коснулись локаций, вот, все-таки, что у тебя было в Линкдине написано? Ты был в Турции, да, но мы все знаем, что часто Линкдин фильтруется тоже по локации, если ты в Турции, а ищут они в Америке, ты можешь не попадать в фильтры. Скажи тоже про это. Да, здесь локацию надо писать в том районе, где ты, мне кажется, пытаешься найти работу, ну, или хотя бы на той часовой зоне, да. По сути, остальное заполнение Линкдина, это просто подсвечивание, подсвечивание своего опыта под правильным углом, может быть, добавление какого-то контента и информации вокруг компаний. В какой-то момент я понял, что в Линкдин там не обязательно расписывать как резюме там досконально, да, там здесь какую-то метрику вырастил настолько-то и так далее, и так далее, но в целом должно быть понятно, чем ты занимался, чем, что был за продукт, и, соответственно, там, где была возможность сослаться на, например, headquarters компании, где она находилась за рубежом, у меня в практике еще до моей работы в Марс был стартап, который был из Нидерланды, это была международная компания, международный стартап, здесь, соответственно, я писал, что я не работал, да, из Москвы, ремонт, да, там, а я пишу, как в Амстердам, вот, чтобы, ну, мне кажется, это немножко как бы дает, шепит тебя как такого международного кандидата, который умеет адаптироваться и готов к этому. Ну, в целом, да, мне кажется, любой международный опыт, это, конечно, огромный плюс для американских компаний, ты, по крайней мере, для них, ну, какой-то, ну, такой не совсем уже чудак такой, да, который только в российских компаниях работал, вот, они, конечно, рекрутеры американские очень с подозрением относятся к кандидатам, которые не работали в американских компаниях, ты для них такой какой-то инопланетянин немножко, да, да, хорошо, ну, вот смотри, да, ты начал разговаривать, начал собеседоваться, даже если возьмем твою компанию Депикс, ты им когда-то же сказал, что у тебя нету визы, и что ты в процессе, вот расскажи, как ты им это поднес, и как они отреагировали на это. Да, я был абсолютно сразу откровенен, и я специально где-то за неделю-две до своего интервью с ними уже, скажем так, такого целевого, я уточнил у адвоката, какие у нас примерно сроки, сколько мы, сколько мы планируем закрыть кейс, уже подать петицию, она назвала на тот момент, что это было где-то там два-три месяца, и в итоге оказалось, что это, естественно, не так, но я оперировал как-то предоставленными мне данными, и, по сути, как бы эти сроки я назвал на собеседование. На каком собеседовании? Есть много разных, наверное, собеседований, когда ты именно об этом сказал? Ты знаешь, поскольку это был стартап, здесь мое первое собеседование, оно было с фаундером уже, и, как бы там, ну, ты идешь в стартап, где там 8-9 человек работают, и, как бы, понятно, что там сразу ты попадаешь уже куда-то на какие-то уже более серьезные этапы, и я буквально сразу на первом своем собеседовании рассказал, сказал, что да, вот я делаю сейчас визу, мне для этого от вас ничего не нужно, не нужна никакая поддержка, я все сам, это займет там 2-3 месяца, ну, по сути, там, на каждом последующем этапе я коммуницировал с новыми людьми, где-то я это повторял, и там, ну, на последнем, наверное, уже когда меня финально приглашали, уже было понятно, что это финальное собеседование, я сказал, что там, ну, максимум, что мне потребуется, это какое-то письмо, что нонбайдинг, какое-то письмо, что мы готовы принять его на работу, поможет мне, кейси. То есть изначально, когда ты фаундеру сказал, ты ему сказал, что ты делаешь конкретно О1 визу, или ты просто сказал, что делаешь какую-то визу, как это вообще? Не, я сказал, что я делаю О1 визу, и я объяснил, я объяснил, что это виза талантов, что она не предусматривает никакой вовлеченности от компании, что я довольно скоро буду в США, и мы увидимся. И они сказали, окей, да? Как отреагировали? Они сказали, окей, да, они сказали, супер, супер, нет проблем, мне еще повезло, что как бы стартап позиционировал себя как ремоут работа, и у них, несмотря на то, что происходят регулярные встречи, кто-то живет там близко друг к другу, нет офиса единого, все работают удаленно, абсолютно окей перемещаться по миру, и поэтому как бы здесь не было какого-то кейса, если ты ок, ты подходишь, есть мэч, самое главное, то почему бы и нет? А какой состав вообще твоей вот этой команды? То есть я насколько понимаю, что тоже люди работают из разных стран, правильно? Да, там по большому счету разделение идет на две страны, то есть это США и Канада, исторически стартап образовался в Канаде, но затем привлекли к работе SEO и США, и по большому счету вот примерно так и делится, то есть единственные SEO находятся в США, и остальная часть команды находится в Канаде, кто-то в англоязычной, кто-то в франкоязычной части, основная часть разработчиков, и R&D они находятся в Квебеке. Наверное, это тоже сыграло положительно именно в твоем случае, потому что люди тоже, наверное, знали, что есть такая виза в один, потому что если они находятся в других странах, они, наверное, тоже задумывались, по каким визам они могут приехать и работать на территории США, может быть, да? Ну, ты знаешь, здесь я с тобой соглашусь, то, что такой меж, как бы, кросс-культурный, наверное, состав, да, он был, это, безусловно, помогло. Все ребята, кто работали, они довольно давно эмигрировали, либо их родители эмигрировали, либо они уже там отучились в Канаде, то есть они прям такие опытные, опытные эмигранты. У нас было двое ребят из Китая, и остальные все вот франкоканадцы, которые родились там, поэтому я, наверное, был единственным таким новым персонажем удаленным для них. Интересно, да, интересно. Ну, хорошо, а вот ты, я думаю, что это не единственная была компания, с которой ты общался и говорил им про свою визу. Вот другие работодатели как реагировали, расскажи им. По-разному, потому что кто-то кто-то этот вопрос прям поднимал на стадии скрининга и спрашивал, есть ли разрешение на работу в США, можешь ли работать на любую компанию. Я, соответственно, объяснял про визу, объяснял про сроки и бывало такое, что я получал стандартную отбивку после скрининга, да, и, соответственно, я понимал, что это, скорее всего, нет. Ну, причем непонятно там по какой части, да. были кейсы, когда я общался с рекрутером и ему, в принципе, все нравилось, я выходил дальше уже в сторону хайринг-менеджера и так далее, но были трудности, например, там вот с тем, что нужно все-таки присутствовать в США и тогда, ну, мне об этом просто честно говорили, что, слушай, вот, все круто, прям фит-фит-фит, но мы бы тебя взяли, но нужно, нужно быть здесь, хотя бы там в стране, неважно, в штате или не в штате. Да, и вот поэтому отчасти я решил просто поставить такой жесткий фильтр себе на тех, кто готов работать в ремонт без обозначения, так что это ремонт US и сфокусироваться на стартапах, потому что, как правило, в них более гипчие как-то условия, они сами еще примерно не понимают, кто им нужен и ты можешь как-то с ними строговаться, скажем так, по этим условиям тоже. Согласна, согласна, мне кажется, действительно, эта проблема есть, люди, которые ищут удаленно ну, я понимаю тоже со стороны компании, да, для компании делать тебе разрешение на работу, делать тебе визу, это дополнительный геморрой, это деньги, это время, это еще не всегда факт, да, допустим, если мы говорим про лотерею H1B, это, и с каждым годом все сложнее и сложнее получить эту визу H1B, вообще даже не знаю, что будут делать сейчас люди, мне кажется, H1B уже в целом стоит вычеркивать из потенциальных возможных виз, потому что количество отказов уже, ну, просто зашкаливает, вот, и для компаний тоже, компания тратит свое время, тратит деньги, тратит ресурсы, подаются, играют в эту лотерею, даже если они очень хотят получить то специалисты, они проигрывают эту лотерею, и как бы, что действительно демотивирует вообще все стороны этого процесса, вот, да, и в этом году вот по последней статистике 700 тысяч аппликаций было подано, да, там 750 что ли, и разыгрываются сколько, 80 тысяч, да, ну, то есть твой шанс падает с каждым годом получить эту визу, да, теперь один из десяти человек ты получишь, вот, да, поэтому виза О1, виза О1 и B1, да, это то, о чем я постоянно говорю, ребята, это сейчас, да, мы говорим в 23-й год, я понимаю, что опять же-таки конкуренция растет, я думаю, что США тоже, возможно, будут вводить какие-то, какие-то ограничения по выдаче этих виз, пока никаких ограничений нету, ограничений может быть только ваши собственные, да, отсутствие каких-то достижений, публикации финансовые, да, как Павел уже отметил, что стоимость растет, стоимость адвокатов, да, растет, стоимость публикации растет, потому что конкуренция увеличивается, но пока, пока, да, нет ограничений по количеству выданных этих виз, их до сих пор выдают достаточно хорошо при хорошем составленном кейсе, поэтому, ребята, не теряйте времени, потом США прикроют эту лавочку, да, и не будет, и такой виз у нас. Ну, хорошо, хорошо, да, вот ты в итоге нашел работу в январе, да, ты сказал, ты вышел в январе, когда кризис уже набирал обороты, то есть, если мы посмотрим по графику, тоже я приложу интересный график, по количеству вакансий, и с прошлого апреля 22-го года количество вакансий просто резко начало падать, то есть, если это было там в пике в апреле прошлого года, это было 450 тысяч вакансий, то сейчас это 160, да, то есть, количество вакансий за год снизилось в три раза, соответственно, январь этой, ну, то есть, это было еще не дно, да, мне кажется, на плато мы вышли где-то в феврале этого года, с февраля примерно где-то вот 160 тысяч, вот оно держится уже несколько месяцев, февраль, март, апрель, май, да, практически полгода скоро будет, и, скорее всего, летом ситуация будет примерно такая же, то есть, январь, это уже такое вот, как бы, ну, может быть, наверное, не апогей, не дно кризиса, но, тем не менее, такая существенная milestone, кризис уже действительно набирал обороты, в чем заключается твой секрет успеха? Мы уже так или иначе касались этого, да, но, тем не менее, задам отдельно этот вопрос, чтобы вот прям сделать такое резюме, резюме успеха, давай. Резюме успеха, да, ты знаешь, я анализировал потом, почему я, почему получилось именно с этими ребятами, и, ну, первое, это, наверное, суперфит по потребованию, потому что они искали, им нужен был человек на B2B и Ком направление, это ровно то, чем я занимался в живо-сайт три года назад, когда вводили продукт на США, потом на Европу, то есть, ну, целевой рынок, целевая индустрия, все, прям, все, все подходит. Я думаю, что еще важным моментом был это образование, я сейчас объясню еще, как оно здесь сложилось. Мой университет, в котором я учился, он сотрудничал с Канадским университетом Лаваля, и я в девятом году уехал туда на один семестр программы по обмену. И, по сути, как бы, я, естественно, в своем Линкдине это обозначил, естественно, подтянул это повыше, да, и так получилось, что основа разработки, то есть, ребята, которые занимаются R&D, или там разработчики кор-продукта, они все из университета Лаваля, то есть, они все там учились, и сразу, как бы, это был такой мэш, типа, о, и ты оттуда, и мы, естественно, эту тему развилили, и что-то, и там, да, то есть, это, знаешь, это вот то, что говорят про алюмные клубы, да, там, в Штатах и так далее, я прям почувствовал это. Лига Плюща, да, вот Лига Плюща, ты из Лиги Плюща, все, ты наш человек, мы тебя сразу берем. Да, 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 а я еще помню, там, пару слов по-французски, в общем, мы это все потестировали, пообщались, поулыбались, и какой-то, какой-то фит здесь был, абсолютно точно, я думал. Но это, безусловно, привлекло внимание, я потом еще любопытствовал, и зашел на наушен страничку, где была воронка кандидатов на эту роль, посмотрел других кандидатов, ну, я понял, что да. Ты действительно был тут по всем показателям лучше, да? Есть фит, да, есть фит с такими ребятами. Получается, что у тебя был фит по твоим скиллам и твоей доменной экспертизе, да, то, что они искали, да, доменную экспертизу в e-commerce, B2B, какие-то еще, наверное, требования, да, были, которые важны были для них, которые у тебя были, и плюс калчур фит, да, очень такой мощный калчур фит здесь произошел, как раз-таки на фоне вот этого университета, да, и, кстати, очень интересно, напоминает мне тему про small talk, почему важен small talk, и почему важно говорить о вещах, которые потенциально, ну, вообще не важны, да, и что люди говорят там про погоду, про город, про то, как провел выходные, и здесь у вас есть как раз шанс смачиться, да, вот, как ты провел выходные, я пробежала марафон, о, ты бегаешь в марафон, и все, такой стопроцентный матч, вы можете обсуждать марафоны, да, и что-то с этим связано, или что-то еще ты сделал, то есть вот это очень интересно, изучить своих тоже, наверное, интервьюеров, и посмотреть какие-то интересные аспекты из их жизни, и постараться тоже замачиться, особенно если у вас, ну, действительно, есть какой-то фит, слушай, супер. Очень хороший поинт, да, Ань, и, кстати, я хочу, да, подчеркнуть здесь, что у меня действительно я взял за практику, если я вижу, что я двигаюсь в компании, что есть потенциально какой-то, какой-то шанс, и начинается интервью уже там с хайлинг-менеджером и выше, то я обязательно ресерчу людей, смотрю, как бы, чем они занимаются, потому что здесь есть несколько причин, первое, это действительно, как бы, какие-то себе ниточки для диалога, для рассказа, а другие, это, ну, тебе важно понимать, с кем ты будешь работать, и это тоже дает тебе определенную перспективу людей, и вот с этими ребятами, наверное, с одним из немногих, на самом деле, я еще поймал такой персональный вайб и мэч его, то есть как бы, ты чувствуешь, что как-то вот люди, люди похожи на тебя, они, они, они как-то тоже позитивные, открытые, для них это важно, они это подчеркивают в диалоге, и компания небольшая, и ты понимаешь, что, ну, большинство, скорее всего, примерно, примерно такие же, тоже позволяют тебе подумать, что это мэч. Да, на самом деле, это очень важно, мы как-то особо недооцениваны culture feed, но это прям очень важно, и сейчас в кризис я заметила, что, ну, во-первых, доменная экспертиза, она прям занимает ведущую роль, то есть если раньше ты продукт-менеджер, опытный продукт-менеджер, если у тебя нет опыта в доменной экспертизе, ничего страшного, научишься, да, научимся, все мы научимся, да, но это потребует какое-то количество времени и, наверное, тех же самых совершенных ошибок, поэтому сейчас пытаются найти людей с конкретной доменной экспертизой, тем более есть выбор сейчас, если у тебя тысячи кандидатов, из них, не знаю, ну, найдете вы 50 кандидатов с этой доменной экспертизой и с теми же скиллами, и из них тогда уже будете выбирать, и тогда идет уже culture feed очень сильный, да, из этих вот, вроде как по скиллам одинаковых кандидатов, вот, с таким же продуктовым опытом, какие-то успешные проекты, доменная экспертиза есть, да, на что начинают смотреть, на culture feed, насколько ты будешь с этой командой работать эффективно и долго, и вообще наслаждаться своей работой, что очень важно, поэтому, да, сейчас действительно это прям тоже играет такую существенную роль, а вот расскажи про собеседование, ты вначале упомянула, хотел про них рассказать, но мы как-то ушли от этой темы, давай, может быть, сейчас, может быть, тоже расскажи кратко про свои собеседования, как они выглядели, как выглядели собеседование, ты имеешься в виду с этой командой именно, да? Да. Да, слушай, собеседование, кстати, хороший вопрос, потому что я заметил, что в, грубо говоря, там, на российских рынках, да, или там, в странах СНГ, тебя чаще собеседуют, общаются с тобой про тулы, про то, что ты знаешь, как применять, как считать и так далее, и меньшей части про софты, да, а здесь абсолютно картинка наоборот, всем важна, ну, база, доменная экспертиза, да, то есть, мэч, и потом какой-то человек, потому что и то, и другое невозможно за короткий срок быстро выучить и сделать, да, там, можно выучить, как пользоваться каким-то тулом, как быстро считать юнит-экономику и SQL базе, да, там, но вот эти две вещи, их сложно нагонять быстро, поэтому на самом деле здесь с ребятами тоже был, был скрининговый интервью, где мне очень подробно рассказали про продукт, где мы пообщались, я поздал свои вопросы, я перед интервью попробовал сам продукт, причем было так забавно, потому что я буквально несколько дней назад редактируя свой LinkedIn как раз-таки под поиск работы, я думаю, блин, вот фотография у меня есть, надо, она там с вечеринки, надо немножко фон срезать, заменить, и тут я, и тут я смотрю, оказывается, стартап, который я начинаю собеседоваться, он как раз-таки у него есть в базе эта фича, я ее протестил, сделал себе фотку, пришел прям с позитивным посылом, сразу с этого начал собеседование, что, чуваки, прям вы прокачали мой LinkedIn, я уже люблю. Или пропозицион такой сразу, да? Да-да-да-да-да, вот, и собственно, дальше мы начали говорить про бэкграунд, про почему эта кампания, искать мэч, это было такое скрининговое интервью, чуть более глубокое, чем оно бывает обычно, вторым интервью был кейс, который мы решали, и он был, по сути, тоже то, чем сейчас проблема является у компании, и ребятам было важно понять просто product mindset, причем здесь не нужны были детали, здесь очень хорошо, я готов сразу там ребятам, кто ищет, кто готовится, порекомендовать circles framework, который очень часто используют при подготовке там в мету, в гугл, не знаю, но мне кажется, тоже подойдет. Вообще, в принципе, это хороший framework для продуктового мышления, я обязательно приложу ссылочку на circle, мне кажется, это в целом вообще, это продуктовое мышление должно работать именно так. Да, да, очень-очень-очень удобная штука, она меня несколько раз прям очень мне сильно помогала, и по сути, после решения этого кейса, то есть стало понятно, что да, там есть матч, мы думаем одинаково, мы думаем в одну сторону, это было второе собеседование, третье собеседование у меня было уже с двумя другими фаундерами, и по сути, оно было просто про мою персону, то есть какой я, а что у меня, как я живу, где я живу, чем я живу, то есть какой-то вот этот вот culture feed, personal match был супер важен. Это было два интервью, да, или одно интервью с двумя фаундерами? Это было одно интервью с двумя фаундерами, да, 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 и четвертое, это по сути было уже, что там, если да, то там, то что, да, то что, то как, то когда, да, и так далее. Технические, да, технические какие-то нюансы, моменты, то есть мне сразу сказали, что, чувак, ты там фаворит, это там. Слушай, вот прикольно, прям вот то, что ты сказал, это прям золотые слова, да, в русскоязычных компаниях, начинает тебя фигачить по хардам, при этом жестко, насколько вот я помню, свой опыт, часто задают какие-то очень некомфортные вопросы, очень неудобные, какие-то вот, вот прямо буквально из моего недавнего примера, я не очень люблю собеседоваться с русскоязычными компаниями, но иногда я себя в этот стресс ввожу намеренно, и вот у меня был интервью, задавали у меня вопрос, вот честно, не совру, вот чуть ли не про число фибоначи, понимаешь, и у меня вопрос, зачем, да, ну, как бы вы хотите мне вот этим показать, что я не знаю, ну, я не знаю, ну, зачем продукт узнать числа фибоначи, да, ну, вот из этой серии, почему бы нет, да, 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 и вот как бы, или назовите все число пи, да, ну, то есть какие-то очень такие вопросы, которые, ну, непонятно зачем, чтобы что, да, вот, и в итоге, да, ты правильно сказал, что в американских компаниях упор делается именно на каучер-фитнес твои софты, потому что, ну, действительно, числа фибоначи, если они тебе нужны, ты пойдешь, загуглишь, спросишь у чата GPT, да, и вот ты получишь свои числа фибоначи, если они тебе нужны. Вопрос на самом деле, я не знаю, пара секунд, да, Google запроса, да, чтобы все скачать, вот, а софты, действительно, это то, что учится очень долго, и поэтому, конечно, очень важно. И да, мне понравилось, что первое собеседование было практически про софты, да, второе, вот этот кейс, я думаю, что там были и технические харды, и софты в том числе, да, и третье, твоё интервью исключительно про софты было, опять же таки, да, соф-соф-соф, да, и где-то немножко вставлен кейс какой-то харды, чтобы понять, что ты действительно, ну, тот человек, о котором ты пишешь резюме, вот. Слушай, супер, супер. Да, действительно так, и, ну, было любопытно, ну, и понятно, почему так, потому что, по большому счёту, тебе со всеми этими людьми общаться в работе, со всеми, то есть, это не то, что там придёт день, и ты с ним пообщаешься, там это будет ежедневная, может быть, там по несколько раз коммуникация, здесь нужно убедиться, что вы друг друга понимаете, и вы на одной волне, да. Да, да, согласна. Ты поделился со мной, когда мы с тобой первый раз общались, с тем, что ты планируешь искать работу. Вот расскажи, и ты уже на самом деле начал, да, где-то посматривать. Я уже начал, да. Да. Расскажи, пожалуйста, как отличается рынок конца прошлого года и сейчас? Ты заметил какие-то изменения? Да, слушай, скажу, чтобы был плавнее переход для наших зрителей, тоже скажу пару слов там, почему, собственно, стартап... Я хотела не задавать, но ладно. Да, я коротко скажу, что стартап это дело такое очень непредсказуемое, и когда я приходил, у нас была как бы одна стратегия, один подход и так далее. Сейчас много чего изменилось, изменился рынок, и, по сути, это очень сильно изменило продукт, его фокус, и я понимаю, что мне просто менее интересно работать под нынешней сборкой, туда, куда все идет, поэтому я хочу обратно тот фит, который у меня был изначально. Моя стратегия, ты знаешь, она немножко поменялась, она, с одной стороны, все еще включает в себя поиск вот этих вот удаленных компаний, потому что я нахожусь в том же статусе легальном, да, то есть я нахожусь не в США, у меня еще нет визы, я ищу также удаленные компании, и причем откликаюсь на разные, когда я начал снова этот процесс, я понял, что немножко вот эта вот мышца прохождения интервью немножко ослабла, нужно ее нагонять опять, и на самом деле это помогает тебе привести себя в тонус, но все-таки как бы целевые какие-то компании и позиции для себя я все-таки ищу через нетворк, через общение, из-за позитивного и то, что, наверное, будет интересно услышать, это вот от одного рекрутера, я получил такую коммуникацию, что да, я вижу, что у тебя до этого был опыт вне США, но ты поработал в компании в США, и это круто, и как бы, ну, то есть он это просто проговорил, и я понял, что для них это какой-то вот еще один плюсик, у меня до этого был начальник и подчинение в США, в Марсе, да, но все равно как бы работа была фокусна на рынке России, поэтому с точки зрения там коммуникации языка, может быть, это, вернее, ну, это абсолютно точно там дало какие-то плюсы, вот, но с точки скрининга нет. Значит, кроме кроме вот этих вот ремонт работ, то есть я смотрю внимательно на Network, я смотрю на, опять же, на Match, я начал больше обращать внимание на компании после вот этого кейса с Match по e-commerce, я начал обращать внимание на компании в AppetTech и начал больше общаться со своими старыми знакомыми, кто занимался там венчурными программами в США и то есть, ну, там действительно рынок растет, процесс идет, как говорят, что e-com, health tech это, по сути, такие индустрии, которые даже там довольно в плохое время чувствуют себя там плюс-минус окей, потому что они все еще нужны, да, и то есть, фокус идет туда, фокус идет на network, на то, как вот можно укоротить эту дорожку. Ну, и на самом деле, то, что несколько ребят подчеркивали в видео с тобой ранее, которое я видел, эта штука работает всегда, это referral, это рекомендация, и здесь, на самом деле, у меня суперпростая схема, которая меня никогда не подводила, ты ищешь какого-то продакт льда, или лучше там пять продактов из компании, пишешь им, слушай, я вот нашел такую позицию, мне суперинтересно, я давно слежу за вами, ты можешь немножко рассказать про там культуру и продуктовый процесс, который у вас происходит? Ну, скорее всего, один из пяти вам ответит, а иногда даже двое, и тем лучше для вас, и ты пообщаешься, люди расскажут с удовольствием про продукт, про то, как они его строят и так далее, и в конце так аккуратно, слушай, ты можешь меня порекомендовать на эту роль? Никто не отказывал ни разу. Все такие, да, конечно, ты суперкрутой чувак, я вижу, мэтч, давай. Супер рекомендация, рекомендация, как получить рекомендацию. Офигенно, офигенно круто. Потому что я пришел к ней вот просто эмпирическим путем и был удивлен, насколько это просто. И это довольно все укладывается в короткий срок. То есть еще другая штука, которую я, честно говоря, сам не тестировал, но мне почему-то очень верится у нее, что она работает, я буду ее тестировать, это, ну, по сути, работа с менторами с большим количеством площадок. Они есть, вот у Ани есть Булдакова, Миндер, на котором ты и я присутствуем. Значит, и можно найти себе ментора из какой-нибудь целевой компании на целевом рынке, самое главное. Мне кажется, этот человек с его нетворком, может быть, тоже как-то сможет подсказать или, по крайней мере, задать рамки калчу-фита или понимание, как лучше проходить это собеседование и так далее. И это не всегда платно, кстати. Слушай, вот это тоже хороший комментарий. Даже я недавно регистрировалась на BetterUp, это тоже приложение для менторов здесь в США. И там есть вопрос, для чего вы ищете ментора? Ну, там классические ответы этой серии, там, прокачать свои скиллы, там, получить работу, зарплату и так далее, да, и был пункт про нетворкинг, то есть они отдельно выносят этот пункт про нетворкинг, да, я такого интересно, да, и откнул на этот нетворкинг, на что мне BetterUp ответил, что, ребят, мы как бы на этом не специализируемся, то есть все-таки задача нашей сейчас ментора это прокачать вас как специалиста, сделать вас уверенным в себе и так далее, но, тем не менее, да, такая опция, она как бы она витает в воздухе, но они на это не целятся, да, вот очень тоже интересно, действительно, получать рекомендации и строить свой нетворк через каких-то классных менторов. Да, слушай, забавно, что называла BetterUp, потому что у меня с ним есть целая история, во-первых, когда я работал в Марс, у нас была возможность использовать BetterUp как площадку для коучинга, для себя, и я ее там вдоль и поперек протестировал, набрал себе кучу разных коучей, у меня оттуда мой один из любимейших моих коучей, которые находятся в UK, она мне очень круто помогла, в свое время продолжаем поддерживать связь, и помня вот это удовольствие от продукта, я в свой поиск обращался к BetterUp, нашел девочку продакта, которая работает в Америке, также я написал, она из Питера, по-моему, была, уже давно переехала в Штаты, и мы с ней пообщались, я говорю, слушай, можешь меня рекомендовать, она меня рекомендовала, я дошел сразу до Харинг-менеджера, мы пообщались, но там был немножко не мэч по самой роли, но очень люблю продукт, очень классный, сам его пробовал. Слушай, прикольно, прикольно, но все-таки рынок, он изменился, или он такой же, как и был в октябре, или все-таки он другой? Ты знаешь, ну, по ощущениям он другой, но мне кажется, что он как будто немножко стал потише, потяжелее, потому что как будто по ощущениям, исключительно я не смотрел цифры, уменьшилось количество позиций, ролей открытых. Но что-то мне подсказывает, что это временная история, и что вот-вот скоро, или не очень скоро, что-то изменится. их станет больше. Но это на самом деле, кстати, важно, наверное, тоже сказать про поиск. Вот этот нетворк и общение, и задавание вопросом в свои целевые компании, он никак может не зависеть от того, есть ли там позиции, или нет там позиции. Из своей практики в корпорации могу сказать, что там большое количество самых классных ролей, они закрываются изнутри. и здесь очень важно общаться с людьми, себя показывать, показывать свою экспертизу, строить вот эти отношения заранее. Если вы можете вот по такому способу написать людям, поговорить, познакомиться, оставить себе приятное впечатление, оставить свое ICV, можно в конце разговора сказать, не порекомендуй, а если там что-то будет, могу ли я к тебе обратиться за рекомендацией, вот мое ICV, там если вдруг что, и да, тоже как завести новые отношения в новой компании. Да, здесь прям очень отлично встраивается интервью с Ольгой Кингсбери, которая рассказывала про долгосрочный нетворкинг. Вот прям не устаю повторять ее слова каждый раз, где она говорит, ребята, когда вам нужно искать компанию, работу, уже поздно строить нетворкинг. Стройте его заранее, за год, за два, просто всю жизнь занимайтесь построением нетворкинга, подписывайтесь на людей интересных, читайте, комментируйте, лайкайте, пишите посты, да, и вы будете обустраиваться, строить свой нетворкинг, заведите себе привычку раз в неделю писать какой-нибудь пост на Линкдине, я не знаю, или там комментировать нескольких людей, или подписываться на каких-то людей, и быть в их поле зрения, то есть не просто подписаться и тихо сидеть, молчать в тряпочку, да, где-то что-то откомментировать, где-то что-то там лай хотя бы поставить, и что потом ты уже как бы примелькался к этому человеку, и в тот момент, да, через год, через два, когда тебе понадобится получить нетворк, реферал, ты такая, о, да, а дай-ка я у него попрошу, слушай, я за тобой два года вот уже слежу, вот уже, он говорит, да-да-да, помню тебя, помню, ты мне комментировал, уже какой-то, да, есть какой-то матч, а не когда ты просто в холодную заходишь к человеку, вот так вот, ба-бац, порекомендуй меня, да, ты кто ты, что ты, да, почему я тебя должен рекомендовать. Ну, давай, последний, последний мой вопрос, и твои последние рекомендации, что можешь посоветовать ребятам, которые сейчас находятся в поиске работы в США, тем более удаленно. помимо framework circle для продукта, да? Да, да. Слушай, ну здесь, наверное, вот поскольку сейчас плато такое по вакансиям, да, то мне кажется long-term инвестиции в network, они более чем актуальны, да, и ходить по мероприятиям, не бояться себя там презентовать. У всех у нас есть комплекс, как он, Ань, скажи мне, ты знаешь. Самозванца синдром. Да, 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 синдром самозванца. Это, кстати, синдром умных людей, да, они исключительно, если у вас есть синдром самозванца, значит, вы не дурак. Да, все хорошо. Да, у вас все хорошо. Соответственно, себя презентовать, наполнять свой LinkedIn, я просто там по своей практике, там, я переехал в Ереван чуть более недели назад, сходил тут на местное ИАИ-мероприятие, и что-то мой LinkedIn заиграл другими красками сразу. Я понял, что классная, классная практика, надо ее, надо ее взять регулярную. Вот ты молодец, я бы, если приехала бы в Ереван, первым делом бы пошла бы в армянский ресторан, поела бы. Ну, это, что-то там едят. строго. Я очень скучаю по вот этой кухне, безумно, я не ела, вот, это, конечно, грузинские хинкали, да, но я не ела хинкали года два. Я два года не ела хинкали, я просто не знаю, где их поесть, кроме как найти знакомых, которые их готовят. Ребята, пришлите мне хинкали в Техас, в Остин. Да, в Техасе, я не знаю, мне кажется, в Калифорнии там есть. Там точно есть, в Нью-Йорке есть, в Калифорнии есть, а вот в Остине грузинских ресторанов, ни грузинских, ни армянских, даже русских нет, да, вот, ничего тут нет, тут сам сиди готовь. Вот поэтому, кто приезжает, везите сюда хинкали, да. Да, и, ну, что еще из рекомендаций, то есть, не бояться экспериментировать со всеми составляющими, презюме, LinkedIn, распаковывать свой опыт, учиться продавать, учиться продавать, там не какие-то там сидеть в фреймворке заучивать, а просто вот на практике подаваясь, подаваясь, то есть целевые всякие компании, работу под них, это все хорошо, но очень важно, можно плавиться везде и вот просто разговаривать с себя, потому что мне кажется, что вот с этой компанией, в которую я попал, я попал, кроме идеального мэча, я еще попал на тот момент, когда я максимально вот прокачался на пике формы, себя как презентера, питчера, да, ну и рад всегда поделиться своими знаниями, пишите в LinkedIn, если кому-то могу помочь. Супер, супер, твои контакты обязательно оставлю, и я прям хочу подтвердить, учитесь питчить, я месяц или два назад делала прямой эфир про поиск работы в кризис в США, где я говорила, ребята, продолжайте искать работу, потому что пока вы сидите и ждете, пока кризис закончится, параллельно такие, как Павел, ходят и тренируются, и когда кризис закончится, и у нас пойдет рост, Павел будет впереди планеты всей со своими прокачанными скиллами, а вы будете только начинать тренироваться, поэтому не останавливайтесь, ищите, продолжайте искать, даже если вам не очень нужно, вообще хорошая практика, все опять же таки советуют, нашли работу, продолжаем искать работу. Я не знаю, я лично не могу применять, потому что после поиска работы меня начинает тошнить от этого, и мне хочется, это как перегорание, знаешь, да, но тем не менее, я каждый раз себе говорю о том, что, блин, надо продолжать собеседоваться, и на самом деле толковые люди, которые достигают успеха, они продолжают собеседоваться, они не останавливаются, и это, мне кажется, очень крутой скилл, которым надо учиться. Вот, да, супер. Паш, спасибо тебе огромное за такое количество инсайтов. Я, как и обещала, оставлю твои контакты в описании к этому видео. Если, ребята, у вас есть вопросы, обязательно обращайтесь к Павлу, и, да, задавайте вопросы. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это поможет Ютьюбу понять, что вы действительно, что это видео действительно полезно, и начать рекомендовать его другим людям. Вот, говорю, как Варламов, у Варламова подслушала эту фразу, ставьте лайки, чтобы Ютьюб рекомендовал. Вот, ребят, ставьте лайки, чтобы Ютьюб рекомендовал это видео. Если у вас есть друзья, которые ищут работу в США, поделитесь этим видео с ними. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новые ролики про переезд и поиск работы в США. А если вы хотите развиваться в продакт-менеджменте или строить карьеру в США, и вам нужна помощь, заходите на мой веб-сайт ananaumova.com и записывайтесь ко мне на консультации. На этом все. Павел, спасибо тебе еще раз за такие инсайты и за очень важные рекомендации. Спасибо всем, кто смотрел, и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok